вот дата драйв на маркетинг как он был вот вот несколько лет назад да то есть он собственно говоря так в общем и драйв это вообще весь этот рынок и вокруг этого собственно говоря какие бы технологии не существовали то есть они по сути накладывается сверху собственно говоря вот этого всего общего тренда потому что даже вот из последних новостей потому что вот amazon свою как бы там делает бигдату для того чтобы собственно говоря ну делать ретаргетинг по там различным рекламным сервисом до условно то есть общий тренд как бы на данные он собственно как был так и есть вот эти все технологии там и блокчейны и какие-то там бигдаты и так далее и так далее то есть они все но идут как-то общим вектором просто наслаиваются на вот этот дата драйвинг маркетинг который собственно говоря ну наверное становится более то есть он начинает давать как бы результаты да потому что допустим несколько лет назад все про это как бы говорили но рабочих кейсов да их было крайне мало либо крайне то возможно но просто технологии еще как бы не догнали мысль собственно вот и там теоретические выкладки да как это должно работать потому что вот сейчас вот допустим даже вот есть там технологии распознавания там вот это фейс айди да там лица до технологии которые там достаточно большое применение можно да и там в рекламе и там в том числе чем не персонализация да хотя у тебя данные есть еще плюс фейс айди как фильме там особое мнение да когда он там шел его там сканировали глаза и ему там персонализировано предлагали там допустим рекламу да то есть свете того что как бы технологии различных много кому появляется да то есть собственно применение вот этих данных и как бы таргетирование и полагание он становится такое более осмысленное более рабочие есть такая профессия data scientist да так называемый да это человек который собственно говоря с утра до вечера призван типа анализировать эти данные до машина обучения в принципе она как нельзя кстати до которая собственно говоря сейчас шагает в планете то есть мне кажется что с точки зрения там обработки данных и группы ну экстраполяции выводов каких там историй то есть наверное должны в принципе заниматься некие предвестники да там искусственный интеллект просегментировать выявить закономерности и так далее то есть настолько как бы многообразие вот этих данных мне просто кажется что довольно тяжело как бы человеку да насколько бы он гениален там не был да вот эти все данные так сгементировать и собрать собственно и сделать вывода да чтобы они в принципе были рабочие вот тут вот а вот машина обучения машина обучения тоже она как бы есть там тот же google посмотреть у них там машина обучения везде а в россии ну как-то стараются да ну такие крупные холдинги да все это сделать но опять-таки тут вопрос тоже технологии что они в принципе должны до определенной какой кондиции как бы дойти до чтобы собственно говоря это начало работать ну так процесс идет по-хорошему должен нужен как бы наверное формировать цивилизованных как рынок данных да то есть с определенными как правилам с определенными прозрачности с определенными как бы юридической какой-то составляющей да то есть российское как бы законодательство да то есть она пытается как бы рынок больших данных как-то регулировать да но там давным-давно была попытка законопроекта это до блокчейна да сейчас большие данные уже никому не нужны все пытаются зарегулировать крипту и это хорошо да то есть потому что собственно рынок данных он не сформирован по сути правил там обмен данными там между собой или что-то там их как таковы как бы не существует то есть в принципе наверное нужен как бы рынок данных да рынка данных как таковых это как такового его он в таком очень зачастливом состоянии да то есть и это как бы это проблема как ну наверно проблема доверия да все боятся что кто-то злой серый волк возьмет мои данные да и может быть это да не пригодятся и в итоге я отдам свою как бы базу своих пользователей а взамен ничего как бы не получу да вот но на самом деле как бы у страха глаза велики да ну в принципе наверное возможно какая-нибудь ассоциация под эгидой это все вот но что-то как-то я вот не слышал вот чтобы какие-то такие инициативы были которые работающие по поводу вот но я так думаю что в принципе нужно просто система и нужен рынок с понятными какими-то правилами из какой-то прозрачность возможно не знаю блокчейн поможет где грубо говоря в принципе делает же там сша там условно но мы там на пять лет типа отстаём мы тоже наверное к этому когда-нибудь придем а пока чё остается собирать самим данные инвестировать то можно в общем всегда да то есть единственное что ну надо как-то обдуманно осторожно наверное это даже спасение да инвестирование грубо говоря в некие технологии сервисы которые собственно говоря масштабируется world wide да то есть инвестиции в принципе даже в российские компании которые собираются стать глобальными это хорошо вот потому что ну и так по сути если в россии там еще есть вопросы по поводу защиты инвесторских там денег да вот то как бы на западе там вот вот это инвесторское законодательство но ну совершенно другое и правила игры они достаточно понятны все интересы там защищены и в принципе вот в россии вот тоже в принципе законодательство по поводу вот инвестиции и же с ними по крайней в технологические стартапы но их тоже на общем надо как-то приводить в соответствие да вот и тогда в принципе наверное всем будет от этого лучше а